Кто-то из великих назвал первый крик младенца гимном матери. Фитбол, дыхательные техники, персональная палата, квалифицированная помощь. Является ли все это залогом идеальных родов? И возможно ли они в принципе об этом в ближайшие полчаса? Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Неганова, врач-акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера. Добрый день! Мы сегодня говорим о гимне матери. Если говорить о беременности вообще как о периоде, то это, наверное, такой период, когда мелочей вообще нет ни в чем, да? И особенно если в предыдущие разы беременность была неудачной. Можно ли как-то продиагностировать, определить здоровье ребенка еще до его появления на свет? Еще раз добрый день! На сегодняшний день, конечно, любая семья, которая ждет малыша, думает только о том, чтобы он родился здоровый. И каждая семья нацеленно желает своему малышу самого хорошего, самого доброго. На сегодняшний день, конечно же, есть методики для определения состояния здоровья будущего малыша. При этом часть семей задумывается о планировании беременности. Но большинство беременностей и в России, и во всем мире, как правило, это незапланированные беременности. Все-таки так. Это незапланированные беременности. На сегодняшний день у нас есть определенные стандарты обследования беременных. Наш приказ 1130Н, который регламентирует всю работу кушерской гинекологической службы. И согласно распоряжению этому приказу, есть обследование для беременных, которое включает в себя пренатальную диагностику. Это такое сито, через которое просеивается все женщины и низкой группы риска, и средней, и высокой группы риска для определения возможных осложнений беременности и определения риска развития детей с врожденными пороками развития. Она включает в себя обследование в первом триместре, это звуковой скрининг в 11-14 недели и биохимический скрининг с определением белков. Бета-субъединица хорионического гонотерапина человека и папбелка альфа – это белок, ассоциированный с беременностью белок плазмы альфа. При этом женщины по результатам этого скрининга выставляется компьютерная программа и определяет, к какой группе риска относится женщина – низкого, среднего или высокого риска. Мы можем собрать анамнез и выяснить группу риска у женщины по социально-биологическим факторам. Это возраст старше 40 лет, это беременная женщина младше 20 лет, это женщины с отягощенным анамнезом, у которых уже были дети с врожденными пороками развития. Благодаря этой программе женщины с высокой группой риска проводят дополнительные обследования. Ну вот я вас слушаю и понимаю, что все-таки планирование беременности – это то, что нужно и, может быть, даже необходимо, да? Но здесь же тоже есть две крайности. Кто-то сдает бесконечное количество анализов, выясняет, 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 что как будет, можно ли. А вторая половина, ну не знаю, может, не половина, ничего не делает. Все-таки как правильно? И как вот эту середину найти? Если мы говорим про подготовку к беременности, есть протокол МАРС, Международная ассоциация репродуктивной медицины по прегравидарной подготовке. У нас она называется прегравидарная подготовка, преконцепциальная подготовка она называется в мире. И там собраны рекомендации по подготовке беременности, которые включают в себя для групп низкого риска определенные обследования и подготовку, начиная с 3 месяца до планируемой беременности, это посещение врача-кушер-гинеколога, сбор анамнеза, выявление рисков. В подготовку также включается измерение артериального давления, исследование общего анализа крови, исследование глюкозы крови. На сегодняшний день риск развития гистационного сахарного диабета от 2 до 14%, поэтому изначально уровень глюкозы желательно определить до наступления беременности. Также в прегравидарную подготовку входит ликвидация дефицитов микронутриентов, в основном это относится к фалатам и к йоду. Вот этот период ожидания малыша, чудесный период, вообще мало для кого, как мне кажется, является чудесным, в том плане, что все тревожатся, беспокоятся. Какие основные страхи возникают у беременных женщин? Ну, действительно, есть женщины, которые с повышенной тревожностью входят в беременность, в основном это те, у которых есть дефицит внимания, дефицит общения в семье, какие-то неблагополучные социальные условия, осложненные предыдущие беременности, но при этом есть общие, да, общие тревоги у всех женщин, и чаще всего, когда мы разговариваем с пациентками, они говорят о том, что их беспокоит, конечно же, преждевременная рода, вдруг роду случаться раньше, вдруг она не успеет доехать до родильного дома, или где-то в каком-то общественном месте у нее вдруг отойдут воды. Тревожатся по состоянию здоровья новорожденного ребенка, все ли будет с ним хорошо. Тревожатся, что они во время беременности как-то могут навредить здоровью будущего ребенка, и здесь тоже есть две категории, те, которые будут выполнять все рекомендации врачей, и те, которые, в принципе, не бросают даже свои вредные привычки, такие как алкоголь и курение. Дмитрий, если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии Ольга Неганова, врач-акушер-гинеколог Самарского областного кардиодиспансера. Но ведь мы говорили сейчас о тревожности мамы будущей, это же нехорошо для ребенка. На самом деле повышенная тревожность – это в основном женщины с определенным типом нервной системы, у которых была повышена тревожность и до наступления беременности, либо у них связано это с какими-либо осложнениями текущей беременности. Ребенку это может повредить? Общий фон мамы, если он сопровождается какими-то осложнениями беременности, таким как гистационный диабет, преэклампси, пациентарная недостаточность, то, скорее всего, состояние мамы будет подталкивать ее к проведению как раз вот этих дополнительных исследований, о которых мы сейчас с вами на соговорим. Медицина последних десятилетий – это космос, если брать лет 30 назад, примерно. И тем не менее мы же сейчас часто слышим, что мы раньше рожали в поле во время работы и так далее. А вот в текущей ежедневной работе, в периоде вынашивания, родовспоможения, много ли осталось вот тех, ну еще старых, может быть, советских, в хорошем смысле слова, стереотипов? И вот я предполагаю, что вы, человек просвещенный, может быть, видите, что нужно вот сделать так, но это регламентировано вашими нормативами. Есть такая история вообще или нет? Да. Смотрите, мы сейчас работаем по приказу, который регламентирует служба акушерская, гинекологическая и по клиническим рекомендациям. На самом деле клинические рекомендации составляют врачи-практики, это некоммерческие профессиональные организации, и они как раз в себя включают рекомендации по профилактике, по диагностике, по лечению с учетом всех изменений, которые проводят, да, с учетом новых появившихся исследований, с учетом новых препаратов. То есть эти клинические рекомендации обновляются каждые три года, да, и поэтому как только появляются какие-то новые методы диагностики, новые способы профилактики, они обязательно пересматриваются именно некоммерческим, да, сообществом профессионалов, и для каждой специальности есть группа экспертов, и потом они уже утверждаются на уровне министерства. То есть вы сейчас мне говорите о том, что не влияют никакие стереотипы прошлого и никакие старые рекомендации на вашу работу. Есть хорошие рекомендации, да, есть хорошие рекомендации те, которые остаются, но те же, например, это профилактические мероприятия, это физическая активность, это позитивное мышление, да, о том, что беременная должна смотреть на красивые, слушать хорошую музыку, почему бы, да, их на сегодняшний день не применять. А есть новая рекомендация о том, что, например, 400 микрограмм фалатов будут профилактировать пороки развития нервной трубки. И это тоже учитывается рекомендацией. Какие чаще всего осложнения возникают у беременных на сроки еще вынашивания? Конечно же, это в первом триместре до 12 недель это угроза прерывания беременности, выкидыши. Если мы говорим про второй триместр, это с 12 недель, это развитие пациентарной недостаточности, после 20 недель развитие преэклампсии, артериальной гипертензии, это появление признаков гистационного сахарного диабета, то есть те заболевания, которые ассоциированы с беременностью на каком-либо неблагоприятном фоне. Возвращаясь к страхам беременных, хотела спросить вашего мнения. Как вы считаете, почему так много негативной информации сейчас об этом? Почему бедные беременные так запуганы? Негативной информации для беременных о возможных осложнениях? В сетях, конечно, да, все же обсуждается. Вот почему все обсуждается именно в таком ключе? Я думаю, что те, у кого все прошло хорошо, они просто не все выкладывают свое отношение к родам и к текущей беременности, воспринимая это как само собой разумеющееся. Ну, уж извините, не могу не сказать, что вчера погуглила про вас. Вот как раз ваш-то адрес исключительно, очень много благодарности и позитива идет. Что говорит современная наука по поводу того, как лучше рожать? Сидя, лежа, в воду, в обнимку с мужем, как еще? Значит, на сегодняшний день нерегламентировано. У нас есть клиники, которые практикуют и вертикальные роды, есть где горизонтальные роды. К сожалению, с началом ковида, да, у нас в большинстве клиник прекратились партнерские роды, хотя партнерские роды для той семьи, которая готовилась к беременности, которая готовилась к родам и участием мужа, оно, в принципе, никогда не было лишним. Да, то есть он помогал и первый период, и воду подавал, и делал массаж, и была такая психологически сильная поддержка, то я думаю, что сейчас как раз снимаются, когда ковидные ограничения, когда есть возможность участвовать, у нас будут проходить партнерские роды, и это будет более благоприятно сказываться на состоянии женщины. То есть вы за? Я абсолютно за, да. А что вы скажете по поводу, ну, опять-таки, тенденций последних, не знаю, может быть, десятилетий или меньше, по поводу домашних родов? Вот по поводу домашних родов я могу сказать, что я категорически против домашних родов. По своему опыту работы в течение 25 лет иногда женщин из низкой группы риска, у которых ничего не предвещало никаких осложнений, за какие-то считанные минуты может развернуться очень серьезная трагичная ситуация. И помощь можно оказать и матери, и ребенка только в условиях квалифицированной помощи, только в условиях родильного дома. Поэтому я категорически против домашних родов, в каких-либо условиях они не проходили. Я считаю, что родовспоможение – это такая структура, где помощь оказывается женщинам, они уже разделены на уровни сложности. Да, у нас, например, есть перинатальный центр, где женщины только высокой группы риска. У нас есть областной кардиоцентр, где женщины с сердечной патологией. Есть второй уровень оказания помощи – городские родильные дома. То есть женщины получают квалифицированную помощь именно в родильном доме. То есть домашние роды я категорически против, как и против родов в воду во втором периоде. Первый период – да, можно и фитбол, можно и массаж, и ходунки, и водные процедуры, да, тот же душ и джакузи. Пока это идет период раскрытия. Если период – потужной период, это только либо вертикальная, либо горизонтальная рода. Это не водные роды, не домашние роды. А есть это проблемы водные и домашние у нас в области, или так, единичные все-таки случаи? Мне кажется, что это единичные случаи, по крайней мере, в последнее время. Таких случаев становится все меньше и меньше. Какой-то статистических данных я, к сожалению, не могу дать. Один из страхов беременных – это страх боли. В общем, вполне естественный страх, конечно же, да. И если раньше вообще, ну, даже речи не было о каком-то обезболивании, то, насколько мне известно, сейчас это применяется, и, наверное, может быть, даже несколько вариантов, да, что об этом. Хорошо, что вы об этом спросили. А на самом деле обезболивание в родах может быть различное, да. Если мы с вами говорим о психопрофилактической подготовке к родам, которые проходят женщины во время беременности, которые получают хотя бы минимальную информацию о том, что будет происходить, да, что такое роды, какие есть периоды, как ухаживают за ребенком в послеродовом периоде, у них снижается тревожность, и это приводит к тому, что она идет в роды с какими-то знаниями, да. Психопрофилактическая подготовка позволяет провести вот такой первый этап, да, знакомства с родами. Если мы говорим про обезболивание родов, сюда же входит и физический фактор, о которых мы говорили, да, тот же массаж, фитболы, иглорефлексотерапия. Потом мы уже говорим о том, что в родах используются препараты лекарственные, да, и в родах используется перитуральная анестезия, один как методов обезболивания. Если мы будем говорить про оперативные роды, там, включая, да, и эндотархиальный наркоз, и спинальную анестезию, то есть обезболивание в родах, в принципе, не противопоказано. Единственное, что обезболивание в родах назначается лечащим врачом. Этим врачом, который ведет роды по показаниям. Но тем не менее, вы, я так понимаю, прислушиваетесь к желанию женщины, чтобы ей сделали обезболивание, и дальше смотрите по показаниям. Да, конечно. Вы уже заговорили про оперативные роды. Что такое кесарево сечение? Кесарево сечение – это самая распространенная родоразрешающая операция, когда ребенок извлекается из матки путем разреза, да, на передней брюшной стенке, на матке извлекается ребенок, плацента, пуповина, и накладывается потом швы. Это самая распространенная акушерская родоразрешающая операция, и на сегодняшний день она в нашей стране выполняется только по показаниям. По каким? Все показания мы можем разделить на показания экстренные, неотложные, плановые, со стороны мамы, либо со стороны плода. Да, и мы когда говорим о неотложных показаниях, да, это какие-то экстренные ситуации, например, отслойка плацента, это клинический узкий таз, это острая асфиксия плода, дистресс плода в родах. Если мы говорим про плановое кесарево сечение, такие показания, как узкий таз второй-третьей степени, это неполноценный рубец на матке после корпорального кесарево сечения, это предвижение плацента, то есть у нас есть абсолютные показания, есть относительные показания. Если женщина, ну, не знаю по каким соображениям, и страх, наверное, чаще всего просит делать ей кесарево сечение. Конечно, такие случаи есть, но при этом в нашей стране показания должны быть только медицинские. А вот я прочитала вчера, тоже на различных сайтах смотрела, и очень много в серьезных медицинских даже сообществах обсуждается такая некая акушерская агрессия, так называемая, да. Я, насколько понимаю, это речь идет о том, что решение врач принимает в сторону кесарева. Если где-то там какие-то сомнения, то в сторону кесарева. Так вот, полемика идет как раз вокруг этого и вокруг того, что, то есть, ну, как бы направление в сторону естественных родов. Есть акушерская агрессия, у нас есть такая книжка одного из моих учителей, Виктора Евсеевича Родзинского, акушерская агрессия. И там говорится о том, что применяет очень агрессивно какие-либо акушерские методы. Но на сегодняшний день для любого медицинского вмешательства есть показания, противопоказания, есть определенные условия, и мы их соблюдаем в своей работе. Поэтому для какого-либо медицинского вмешательства, во-первых, мы всегда берем информированное согласие пациентки, мы ставим ее в известность, что в соответствии с вашим состоянием или вот таким-таки показанием вам показано вот такое-то вмешательство. Мы берем с нее информированное согласие. Если пациентке объясняет, да, доктор, о том, что какие-то показания, как правило, отказов нет, и далее мы уже действуем в зависимости от протокола. Наши клинические рекомендации носят, конечно же, характер регламентирующих нашу работу, но там есть варианты выбора, да, что вот, например, при какой-то сложившейся ситуации у нас есть несколько вариантов наших действий. Ну а вот само это Кесарево, техника, технологии проведения операции как-то менялись за последние годы? Конечно, менялись, да. Это очень важно, потому что, например, сейчас у нас фаст-трек хирургия, это быстрая хирургия, и в гинекологии, в акушерстве, если мы будем сравнивать, например, с 15-летними, да, историями Кесарево-сечения, которые были там лет 15-20 назад, поменялся вид анестезии, у нас поменялась антибактериальная профилактика препарата, поменялся шовный материал, поменялся анестезиологическое пособие, поменялась техника. Если раньше операция Кесарево-сечения могла занимать 1,5-2 часа, то сейчас продолжительность операции 30 минут. Соответственно, уменьшение операции требует меньшего количества препаратов. Уменьшение продолжительности операции – это меньшая кровопотеря и более быстрый выход, да, в послеоперационном периоде. Если раньше женщина там по 3 дня был постельный режим, то сейчас это ранний подъем через 6-12 часов, в зависимости от вида анестезии, да. Сейчас применяется очень активно профилактика тромбозов. У нас есть лист, чек-лист по оценке риска тромбозов и применении профилактических мероприятий. Это раннее питание, в связи с тем, что у нас в основном это спинальная анестезия на Кесарево-сечении, это раннее питье, ранний прием жидкости и пищи, это более ранняя выписка, которая нам позволяет профилактировать осложнения гнойно-септические после операции Кесарево-сечения, более ранняя выписка и стационар вместе с ребенком женщины домой. А вот для самого ребенка каково это? Могу предположить, что один вариант, путь появления ребенка на свет – это прохождение родовых путей, и второй – он мгновенно, ну, быстро, достаточно извлекается опять-таки на свет. Насколько для него это не полезно? Да, если мы будем говорить про самопроизвольные роды либо роды операции Кесарево-сечения, конечно же, для любой женщины лучше самопроизвольные роды, да, и риск осложнения при самопроизвольных родах ниже, чем операция Кесарево-сечения. При этом, когда мы говорим про оперативные роды, мы говорим о том, что риск рождения в родах этого ребенка будет, например, гораздо выше, чем это будет операция Кесарево-сечения. Поэтому в тех случаях, когда показано либо плановое, либо экстренное Кесарево-сечение, то в данной ситуации для данного ребенка это будет гораздо лучше. И сейчас даже во время кесарево сечения мама находится в сознании, спинальной анестезией, она может разговаривать, она слышит крик ребенка, ребенка выложит на грудь. При этом во время операции кесарево сечения можем подождать, пока отпульсирует пуповина, да, то есть этот процесс, в принципе, соблюдается, потому что очень много женщин спрашивают про вот этот золотой час, выкладывание ребенка на живот, а будет время, когда отпульсирует пуповина, я даже скажу, что у нас, например, в наших клинических рекомендациях, да, это все прописано. А что такое золотой час? Золотой час – это первый час нахождения мамы вместе с ребенком, да, либо в родовом зале, либо в операционной, когда в течение, например, первые полтора-два часа ребенок должен быть приложен к груди, причем, что в наших же клинических рекомендациях рекомендуется, чтобы приложение к груди было не менее чем 30 минут кормления ребенка. Я знаю, что вы мастер эмпатии, установления контакта с рожающими женщинами, а вообще, насколько это сложно и какие, ну вот, может быть, капризы или что-то приходится преодолевать именно вот уже непосредственно в родовой? Что в этот момент, может быть, какие странные вещи приносят с собой женщины в роддом вот из вашей практики? Да, из нашей практики странных вещей становится все меньше и меньше, потому что женщины подходят к этому ответственно, они в основном спрашивают, скажите, пожалуйста, какой список вещей мы должны взять с собой в роддельный дом? Они очень ответственно готовятся, да, и опять же, они не могут все вещи взять, какой-то минимум вещей, каких-то странных вещей в последнее время практически нет. Игрушки, талисманы, телефоны? Телефоны, да, ноутбуки, да, ну, практически все, наверное, сейчас заменил телефон, поэтому там у них все, и связь с родственниками, и медитативная музыка. Вы уже сказали, что приветствуете партнерские роды, распространяется ли это на маму, соседку и так далее? А, вот посмотрите, когда у нас, да, проводятся партнерские роды, то партнером может быть не обязательно супруг, партнером может быть, как правильно вы сказали, это может быть и мама, это может быть и подруга, это может быть сестра, то есть любой человек, который оказывает психологическую поддержку женщине в родах, ну, такая няня для женщины в родах, подать воды, сделать массаж, просто присутствовать рядом. Сейчас такая модная тенденция рожать с доулой. Ходят к вам, рожают. С доулами у нас были пациентки, но причем мы же не всегда спрашиваем, это доула или это ваша сестра, да, пока были разрешены партнерские роды, пока вот до эпохи ковида. Да, сейчас эта тенденция модная, да, если доула оказывает такую помощь, она же не заменяет нам ни акушерку, ни врача, она не оказывает какую-то медицинскую помощь, она не проводит ни исследования какие-то, ни записи кардиотокографии, она оказывает чисто психологическую поддержку, да, женщине в родах, может быть, массаж, может быть, подать воды, да, то есть, если необходима такая поддержка, у женщины хороший контакт с доулой, ну, почему бы и нет? То есть, главное, чтобы они вам не мешали. Они не могут мешать, да, они же не выполняют какую-то медицинскую функцию, поэтому функцию врача и акушерки они никогда не заменяют, у них свой, да, круг каких-то обязанностей, если это вызывает доверие женщины, и она будет себя комфортнее чувствовать в родах, ну, почему бы и нет? Я вас благодарю за этот разговор, не знаю, есть ли идеальные роды, вот, каждый, наверное, сделает вывод на основе нашего сегодняшнего разговора, ну, вам желаю как можно больше появления здоровеньких, хорошеньких малышей на свет. Спасибо. Увидимся с вами ровно через неделю, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова